2 августа 1930 года впервые в истории России 12 десантников высадились с парашютами для выполнения тактической задачи. Те учения под Воронежем позволили командованию увидеть перспективу массового применения парашютно-десантных частей. Мобильность, быстрый охват противника по воздуху и элемент внезапности. Новый вид войск использовал все эти преимущества уже через 11 лет, во время Великой Отечественной войны. У них желание не только служить, но и защищать нас, родину. Все, что касается молодых ребят, оно должно быть так. У меня это сила, мужество. У меня отец ВДВ. Современная экипировка и душа на распашку. Сегодня русский десант – синоним победы. Бойцы ВДВ сражались под афганским Кандагаром, бились с боевиками в Чеченском Грозном, принуждали Грузию к миру. Многие деятели культуры, спорта и политики воспользовались возможностью и поздравили десантников с профессиональным праздником. Поздравляю военнослужащих воздушно-десантных войск с праздником. Ваша служба требует особенной отваги, стойкости и выдержки. Спасибо за мир на небе и на земле. В Одинцовском районе расположена воинская часть одного из наиболее прославленных подразделений Вооруженных сил России – 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского, бригады специального назначения. Славный боевой путь 45-й начался в сложнейший для страны период. Всего через полгода после создания подразделение было направлено в Чечню. Затем последовала миротворческая миссия в Абхазии, вторая чеченская кампания, пятидневная война, выучка и беспримерная доблесть, визитная карточка, по которой русский десант узнают во всем мире. Настойчивое совершенствование боевой выучки и воинского мастерства, освоение действий применения десанта в различных, в том числе и экстремальных условиях, умелое использование современного вооружения и военной техники. Наша съемочная группа вышла на улицы Одинцовой и узнала, как выглядит обычный десантник в глазах россиянина. Во-первых, должны быть они патриоты все в нашей России, патриоты, чтобы были, чтобы любили Родину, естественно, защищали, как и мы в свое время их. Смелый, энергичный, веселый, задорный и готов защитить свою Родину. Трезвый, мужественным, сильным, добрым. Доблесть русского солдата уходит корнями в далекие века. И вот уже 87 лет одним из символов нашей мощи являются именно они, воины воздушно-десантных войск России.